Приветствую всех! Сборка 6740. Недорогой игровой системный блок в корпусе Zalman N4. 34500 рублей. Это тот компьютер, которого будет хватать для всех современных игрушек для разрешения Full HD. Три вентилятора на выдув в габаритах 140 мм. Три вентилятора на выдув в габаритах 120 мм. Ну и интересный здесь режим работы подсветки. Максимальные обороты, максимальная яркость. Вот с помощью этой кнопочки можно переключать. Сейчас яркость у нас уменьшилась. Можно полностью отключить подсветку и при этом вентиляторы продолжают крутиться. И можно полностью отключить вентиляторы на тот случай, когда вам не нужна производительность в играх. Вы сидите ночью в интернете, серфите, и здесь лишний шум будет раздражать. И при этом компьютер будет абсолютно бесшумный. Тем более, что кулер Gamax 300 спокойно будет переваривать процессор. И вентилятор с 4-пиновой колодкой будет еле-еле крутиться. 6-ядерный процессор, 6-ядер 12 потоков AMD Ryzen 5 2600, поколение Zen Plus. Базовая частота 3.2 до 3.6 ГГц гонится в турбовую стену. На B450-м чипсете материнская плата Gigabyte B450-MS2, даже с радиаторами на ключах. Эта плата уже поддерживает все поколения Ryzen, включая 5-я. И какой-нибудь Ryzen 5 5600X спокойно сюда встанет. Тем более, что оперативная память у нас J-Skill RipJaws. Сразу же на 3200 МГц имеет профиль разгона. Два модуля по 8, в сумме 16. Это профиль на XMP память с 16-ми таймингами. На плате есть разъем Ultra M2. И стоит накопитель на 512 ГБ, не так, с интерфейсом NVMe. GTX 1660 Super на 6 ГБ GDDR6. MSI MEH. Присутствуют тепловые трубки. Хорошая, быстрая производительная видеокарта. И блок питания стоит на 600 Вт фирмы Accord. Сейчас идет у нас тест 3DMark. И заветные 6500 попугайчиков. Этот тест должен набрать где-то 6300, наверное, берет. Сейчас дождемся ЦПУ-теста. Сбоку закаленное стекло. Не на всю сторону. Компьютер тихий, производитель недорогой. Есть разъем USB 2.0 и 3.0 на верхней панели. Есть такой вот пыльник, который прикрывает два вентилятора в габаритах 120 мм. Ну и тест у нас сейчас прошел. И вот они, как раз 6000 попугайчиков. И набрал. Это уровень как раз GTX 1660 Super. Был бы у нас процессор какой-нибудь 5600X, как раз бы где-то 6500 набрал за счет производительности процессора. Ну а был бы у нас GTX 1660, обычно на DDR5 памяти, набрал бы тест примерно 5500. То есть 1660 на DDR5 памяти примерно 10-15% слабее, чем 1660 Super. Ну и ценник. 34 тысячи 500 рублей. Ценник данного системного блока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова